всем привет друзья вы на моем канале tracker way меня зовут антон здесь внизу сейчас появится ссылочка на мой инстаграм заходите в этом ролике разберемся все-таки как правильно называется рокла или рохля а также разберемся если вообще смысл ехать в европу работать по категории c ну и плюс опять же погрузки разгрузки и все в этом духе поэтому ставьте лайк подписывайтесь на канал то еще не подписался и мы начинаем приятного просмотра всем доброе утро друзья начала следующего дня день сегодня праздничный погрузок разгрузок сегодня нет немцы не работают смотрю что за праздник не знаю запретов на дорогах вроде нет я уже лег отдыхать стучится какой-то немец удивился может он не немец но разговаривал со мной по-немецки по-немецкой не понимаю да по-английски он там на ломаном английском говорит от завтра что едешь куда я говорю вообще до 1 ингольштадт хочу разве можно я хорошо мешает и войну почему нет но он такой стоял работать короче но я посмотрел по программнике запретов нет на сегодня поэтому пьем чаёчек и поедем вот что-то этот ролик наверно запишу в старом формате я смотрю новый формат вам не очень заходит как будто он конечно очень нравится но так мало просмотров буду снимать короче по старому хочу будет много меня и мало мало разговоров по дороге посмотрим станет лучше или нет выберем тот формат который больше всем нравится так а на сегодня план такой 600 километров проехать время сейчас 6 утра я думаю до обеда я управлюсь встать на паркинг и отдыхать 600 километров я думаю часов за 8 если без пробок проедем спокойно но с периодами короче буду ехать в режиме 3 часа еду 45 минут стою короче вот так он буду ехать нормально 3 часа спокойно выезжаешь потом нормально отдыхаешь короче такой режим мне больше нравится чем по два часа ехать 2 часа 15 потом 2 часа 30 минут отдыхаешь короче что такое себе чудом за эти 15 минут толком никакой отдыха потом опять 2 часа ехать все сейчас пьем чаек короче и вылетаем прекрасная погода птички поют короче на сегодняшний день с момента того как я выехал трассу я проехал уже что-то около четырех с половиной тысяч километров я подумал что было бы неплохо себе поставить какую-то определенную цель по километражу я хочу работать четыре месяца до конца лета и чтобы вам было интересно смотреть короче сделаем такой марафон цель 50 тысяч километров проехать вот за этот сезон летний ну и собственно каждом ролике не знаю в начале или в конце я буду вставлять свой прогресс сколько я проехал тем более у меня зарплата километров чем больше я буду проезжать тем больше я буду получать зарплату собственно говоря короче вот будем смотреть сколько получится ли мне накатать или нет сейчас посмотрим сколько там и зафиксируем начало да вот она 4 400 все зафиксировали и начинаем дальнейший отсчет все погнали время 7 15 пора их ой 50 Играет музыка Еду я, значит, себе такой еду Потом резко раз Дорога перекрывается И говорит, все, дальше нельзя, сворачивайте И вот я еду теперь вот такими вот Ландами прям, вообще жесткими Вон, 30 км в час Не можно ехать Дороги, конечно, узкие И неровные Но красиво как Вообще Поля, всякие Деревни Вон, выяснили, что это рапс Рапс растет Желтые Прям, его прям много вообще Во всей Германии Прям поля, поля желтые Короче, едем деревушками Ориентируемся вот на эти значки Ю Видно вам, нет Вот Ю Типа объезд В принципе, мне Навигаешься тоже так показывает Туда ехать нам нельзя Как же надо камеру на голову цеплять В таких моментах Ну что, я когда-нибудь разбогатею Куплю себе экшн-камеру Пока На телефончик На телефончик Съемочки В принципе, неплохо Я как бы люблю посмотреть Глубинку Сегодня мы никуда не торопимся Время есть Можно спокойно ехать А так, если в какой-нибудь день Как вчера, например Когда я там Сумасшедший летел Торопился Меня бы навигатор повел Вот такими местами А тут дороги перекрыты Я бы, конечно, очень сильно расстроился Что-то строит Понятно, что Так, вообще по кайфу Поездить по таким местам Когда вот еще Посмотришь Вот она, настоящая Германия Мне кажется, страну Вот надо, да По таким местам смотреть Пошел в душ, короче На паркинге Тут обычно 3 евро платишь Ну, берут ключи Твои взамен Вот Ну, или еще что-нибудь ценное А тут что-то Зашел Душ 2 евро стоит И можно этими, кстати Ваучерами оплатить Много ли, 10 евро Давай залог Блин А я кошелек В машине оставил Пришлось вот идти Брать кошелек Ну, зато Считай, можно сказать Халявный душ Потому что Ваучерами Че, этим еще заплачу И все И нормально будет Вообще по кайфу У меня там что-то нормально Накопилось Уже В прошлый раз Не потратил Тут еще сверху Накопились Все Вот она моя Третья Одинка Третья Одинка Третья Одинка Третья Чем Цвет Ну, тут Как обычно Туалет Душ Все так короче краткий экскурс в историю тут споры пошли про рохлю все как правильно называется рохля рокла и так далее вообще вообще если я тут изучил вопрос короче по сути это гидравлическая тележка то есть ее название это гидравлическая тележка откуда взялось вообще название рокла шестидесятых по моему каких-то годах был такой бренд финский рокла вот который эти тележки делал тележки были очень хорошие качественные они разлетелись тогда по всему нашему советскому союзу и как это часто бывает как это стало с памперсами как это стало с ксероксом вот и наверное еще есть другие названия то есть когда название брендов становится нарицательным ксерокс да это же была фирма копировальной машины до теперь пожалуйста возьми любой ксерокс любой принтер там копировальную машину все и называть ксерокса то же самое с памперсами То же самое стало с Роклой То есть гидравлическая тележка вдруг стала Рокла А Рохля, ну это уже просто приклеилось То есть это то слово, которое было созвучно нашему языку Ну Рохля, понятно, что это не название тележки изначально было Но оно просто приклеилось уже, как кличка какая-то Ну поэтому называют либо так, либо так Ну Рохля она и есть Рохля Ну а вообще, конечно, слово Рохля, если заглянуть в словарь, совсем другое значение Вот такие вот дела А так как Рохля стала одним из символов моего канала Мне кажется, я когда буду делать логотип, я ее обязательно вставлю в этот логотип Ну короче, мы не могли, ну я точнее не мог не осветить этот момент Такие дела, пацаны Такие дела Так, друзья, всем доброе утро Начало нового рабочего дня Выезжаем с паркингу Осталось 76 километров до выгрузки Еду раньше Еду раньше И вот почему Потому что Надо сегодня еще успеть зацепить груз Поехать Так, а что я в куртке? Снять Тепло уже Приеду пораньше, пораньше выгружусь Наверное У меня еще две разгрузки сегодня Соответственно Еще надо что-то зацепить Сегодня Чтобы сегодня километрики намотать И завтра километрики выход по-хорошему Мотать Что-то завтра Стоять на паркинге Все, завтра суббота уже И воскресенье Два дня Не хочется стоять на паркинге Хочется эту субботу Все-таки Покрутить баранку Потому что Потому что Пока выбиваемся Из графика Километров 3000 в неделю Вообще выбиваемся Сейчас у нас 4900 Короче, мало За две недели Надо еще Тыщенку-то крутануть До шести добить До шести добьем Будет круто Ну все-все-все Давайте Погнали Короче Хватит Ля-ля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну блин Приехал пораньше Тут все закрыто Оказывается До десяти Че-то я не посмотрел А время Без двадцати девять Ну будем ждать Че делать На солнышке Греться Здесь, кстати Интересная тема Сейчас мы ее С вами обсудим Ну а такая А стоит ли Ехать вообще В Европу Работать По категории С Типа Есть ли смысл? Вот мне задал Человек Как-то такой вопрос Вот Я что-то такое задумался Вообще Над его Вопросом Думал Откуда же ноги-то растут Вопросы этого Я у него еще спросил Говорю А почему? Ну нет смысла Он говорит Ну То есть человек просто посмотрел ролик Мой Типа Мои итоги за полгода Увидел Что я там мало Типа денег заработал Короче Особо не вникал В ситуацию Да Ну и вот Сделал себе Такой вывод Что смысла Типа нету Ехать Работать По категории цен Он просто забыл Что из шести месяцев Я работал три Вот И помимо этих трех У меня еще были Различные обязательства Которые мне нужно было Деньги как бы тратить И по факту Как бы я приехал С теми же деньгами Которые я С собой взял Ну вот Но это всего лишь Из-за Ну из-за Моего образа Жизни Что я не планирую Многие вещи Ну можно было бы Наверное предусмотреть Вот А так как я такой Распиздяй Короче В итоге получилось так Давайте все-таки Разберемся Категория С Стоит ли Вообще Ехать в Европу Вот вы получили Категорию С Например В России И вам нужно ждать Один год То есть Какие есть варианты Что делать Есть вариант Поехать в Грузию Если есть деньги Например Поехать в Грузию Есть там Ребята Они вам помогут И там не нужно Ждать год Вы можете Просто поменять Свои права На грузинские И сделать там Категорию Е Как бы сразу Сдавать там можно Хоть каждый день Сегодня не сдал Завтра пересдал И так до бесконечности Короче Вот Ну я Честно не особо Считал Сколько это обойдется Но я думаю Не меньше чем Тысяча евро Встанет вам Это удовольствие И вы поедете Уже в Польшу С категорией Второй вариант Это ехать В Польшу С Сэшкой А ну можно еще Вариант рассмотреть Поработать в России По С категории Год Ну кто-то так делает На самом деле Ничего против Как бы этого не имею Если особо Ну в Европу ехать Не горит Почему нет Можно покататься Вон ребята Работали на Миксерах На чем только Не работали На разных грузовиках Да Зарплата конечно Небольшая Там Каких-то больших денег Не заработаете Но семью прокормить В России хватит Как говорится Голодными не останетесь Плюс заработаете Вот этот опыт Ну или сделать как я Поехать в Европу Уже с Сэшкой Поискать работу здесь Работы здесь Не очень много Да В любой паркинг Если зайти Там На 200 машин Там если 3-4 Солувки Вы встретите Это как бы хорошо Ну то есть это Вы сразу понимаете Да Уровень Ну разницы Скажем так В объеме работы Для бусов И для обычных Вот соловов По цей категории Но она есть Она есть Как бы объявления О работе есть Плюс я периодически Встречаю Ну водителей Тоже На загрузках Отобщаемся Вот И во-первых У меня не самая большая Зарплата Ну вот так вот Ну опять же Все истории Они такие Как бы Им можно верить Можно не верить Но в любом случае Я контакты взял Я еще уточню Ну по таким рассказам У меня не самая большая зарплата Мне платят в среднем Тут 6000 Вот Вот последние два водителя Одного В районе Там 7500 Другой Бывало Где-то больше Восьми Где-то получал Тысяч злотых Ну то есть Можно больше денег Зарабатывать Но Но Даже если Взять мою зарплату 6000 злотых И в принципе Сравнить ее С польской Зарплатой Средней Ну то есть Например Если вы в Польшу Приедете работать Там на склад Например То есть вы будете получать 14-15 злотых Час там В день Ну даже Если там Десятичасовая смена Сколько это 150 Да Злотых Получается 20 дней Это 3000 злотых Если 25 дней Ну это где-то 3700 3750 Ну то есть 3800 4000 злотых Это зарплата На складах Обычного Рабочего У водителя По категории С Уже 6 Да То есть Ну уже В принципе По зарплате Вы выигрываете Что еще Как бы Вы получаете Работая По категории С Здесь В Европе Да Ну во-первых Это опыт То есть Опыт Вы посмотрите Европу Вы разберетесь Ну вообще С принципом Этой работы С этими Всеми Погрузками Разгрузками Платными Бесплатными Дорогами С навигацией Вот Я уверен Что если Если вы После Сешки Пересядете На Тягач С прицепом С полуприцепом Вам будет проще Чем Если вы Сразу Приедете Из России Сядете На большую машину И Не зная Ничего Не зная Броду Полезете В воду Как говорится Язык Тот же Самый Где-то Вы Английский Попрактикуете Польский Попрактикуете С вашими Логистами Или Шефом Ну так далее Фирмы Разные С кем Будет Общаться Я не знаю Это большой Опыт Сейчас Я приехал На вторую Визу И мне Уже Проще Работать Я уже Здесь Как рыба В воде Можно сказать Мне достаточно Комфортно Я уже Все Примерно Понимаю Что мне Надо делать Куда мне Ехать Что Говорить Ну и Так Далее Ну вот Даже У меня Сейчас Коллега Мой Который Вы Увидели В предыдущих Сериях Он Также Пересел С С На Е И Спокойненько Себе Работает В принципе Больших Проблем Не Испытывает Несколько Дней Потренировался Подъезжать На Рампы Приноровился И в принципе Проблем Уже Никаких Нет То есть Работа Он Знает Как Как Груз Размещать Как Крепить Груз Ну Принцип Как Бо Он Один И Тот Ж Только Просто У вас К этой Машине К вашей Дебавляется Еще Рецеп Вот Такие Дела Поэтому Я считаю Что есть смысл Если у вас Есть год Времени Приехать Выучиться На Код 25 Ну И Собственно Говоря Поработать Годик Ну Годик Не получится Что Виза Опять же Почти год Вы можете Проработать На Цежке Там 7 8 9 Месяцев Спокойно Можете Поработать На Цежке Заработать Денег Получить Опыт За Это Время Пообщаться С Ребятами Где-то На Паркинг Взять Контакты Какие-то Фирмы Уже Работу Себе Присмотреть Какую-то Более-менее Интересную С этим Опытом Уже Фирма У вас Любая Фирма На вас Уже Будет По-другому Смотреть То есть Не то Что Вы Ответ Однозначно Да Есть Смысл Ехать В Европу Работать По категории С Так Ребятушки Выгрузили Вторую Разгрузочку Первую Тоже Игрушечки Выкинули Дали Новый Адрес Поедем Здесь Заберем И откроем Для себя Новую Страну Едем В Люксембург Я там Еще Ни разу Не был Я не думал Что она Там Чем-то Конечно Отличается Кулин Германии Дании Австрии И так далее Но Все равно Новая Страна Посмотрим Как там В Люксембурге Так Приехал На фирму Куны Нагель Быстро Дали Рампу Пока Не грузят Решил Перекусить У нас Сегодня Такой Вот Рис С Тушенкой Вчера Сварил Сразу Побольше Сегодня Чисто На разогреве Вот Сейчас Тут Загрузят Еще Одна Загрузка В 20 Километрах Отсюда И до Лексенбурга Что-то 600 С лишним Километров Хотелось бы Тысячу Конечно На выходные Но 600 Лучше Чем Ничего Ладно Приятного Приятного Мне Аппетита Ну И Вам Тоже Если Вы Там Что-нибудь Кушаете Сегодня В коем-то Веке Открыл Бок Прицепа За Две Недели Первый Раз До Этого Все Погрузки Были Под Рампу Под Рампу Распечатался Чувак На Погрузчики Возит Загружает Все Еще Загружусь Часика Два Три Сегодня Еще Проеду И Остальное Завтра Добью Полдня И Уже Наверное В Люксембурге Где-нибудь Встану На Паркинг Тучки Разошлись И Прямо Сегодня Небо Такое Красивое Красивое Облаках Такого Прям Кайф Там Еще Горы Австрийские Видны Вдалеке Где-то Очень А я Все Я Загрузился И Еду Я На Паркинг Сейчас Где-нибудь Выскочу На Автостраду Встану На Паркинг И Буду Отдыхать Все Километрики Уже Буду Завтра Накручивать Логист Купила Мне Виньетку На Люксембург Хорошая Погода Будем Надеяться Полицай Кпереди Меня Надеюсь Погода Будет Хорошая Пойду Там Погуляю Короче Я Вот Такие Вот У меня Планы Все Сейчас Где-то Должны Поехать Уже На Автостраду Скоро Погодка Прям Кайфовая Привет Привет Что-то Я сегодня По привычке Рано встал Вроде И торопиться Некуда Некуда Все Равно Что-то В 5 утра Я уже Выскочил Короче На Трассу Проехался Пару Часиков Заехал На паркинг Попил Чаек Дело Сидела Вот Осталось 300 С небольшим Километров Что-то Там Рядом С Люксембургом Смотрю Проблемы Какие-то С паркингами Но Они как бы Есть Но Что-то Их там Не очень Много Какой-то Вроде Нашел Там Отметил Себе На карте Использую Приложение Специальное Трак Паркинг Транс Паркинг Посмотреть Как оно Правильно Называется Вот Там Собственно Можно Все эти Паркинги Смотреть Где Туалет Где Душ Где Стиралка Короче Там Все Отмечено Ну И Сразу На Гугл Карты Скидывать Координаты Прокладывать Маршрут Вот Я себе Там Один Выбрал Не Очень Большой Паркинг На 22 Места Сейчас Туда Буду Потихонечку Ехать Погодка Сегодня Такая Переменная Облачность Иногда Даже Дождик Появляется Там Люди Стоят Так Прикольно Наблюдать За людьми Которые Выходят Из автобуса Вот на Заправках Долго Долго Они едут Там Без остановок У них Все затекает Булки Затекают Ноги Это не выходят Все таки Начинают Разминаться А кто то Очень сильно Хочет курить И прям Быстрее 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 Уже Эти сигареты Начинают Подкуривать Я Сам Не курю Бросил Уже Очень Давно Десять Назад Наверное Девять Вот Мне Все время Очень Забавно Наблюдать Над людьми Которые Скачками Выпрыгивают Из автобуса Чтобы Быстрее Закурить Сигаретку Погнали Не буду Вас томить Долгими Разговорами Продолжение следует Что-то тучки сгущаются Сгущаются тучки Я только обрадовался Что будет хорошая погода А она Что-то Какая-то Вот Прям Портится Может быть Конечно Мне еще 200 километров Ехать И что-то Изменится А пока Вот что-то Прям Небо Сгущает Красно Все Так Симбор Так Мы едем Прямо Все Вот такой вот Просто переход Переезд Через мост И ты В другой стороне Потерян Сигнал Короче тут в Люксембурге Какая-то Беда с паркингами Ехал Ехал И тут реально нет Такие Проезжал Хабы Транспортные Огромные А припарковать Машину Вообще Негде Нашел Тут нашел Заправка Нашел паркинг С горем пополам Тут Запарковался Тут кстати Многие Бросают прицепы Там на разгрузку И оставляют Головы Свои Это меня И спасло На самом деле Потому что Как раз Было парковочное место Стояло там Чисто тягач И я туда тоже Затолкался Такие вот дела Блин Погодка такая Непонятная То ли дождь То ли что Так где Встал А вон я встал Ха-ха Потерял Грузовичок свой Где там Вон он там Видите Сзади стоять Все Пошел Короче Ну ладно Намонтирую Что-нибудь ролики На завтра Надо же вам Что-то смотреть Хотя что-то В последнее время Все так плохо Смотрят Очень мало Просмотров Очень мало Я честно Даже не знаю С чем это связано Ну прям Вообще Если раньше Ролики Дам По несколько Тысяч Там Четыре Пять Семь Десять Тысяч Просмотров Была Сейчас Одна Полторы Что это Такое Ребята Что-то Я прям В расстроенных Чувствах Надо Лучше Смотреть Плохо Смотреть Ладно Все Ушел Лучше 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 Продолжение следует...